Всем привет, друзья! Это видеоблог Максима Полищука. И сегодня у нас в гостях уникальная девушка, которая делает мир краше, которая создает красоту. И с ее помощью абсолютно любая девушка может почувствовать себя чуточку счастливее. Сегодня у нас в гостях Инна Колчик. Прекрасная девушка, очаровательная реди. Также она основательница мейкап студии Инны Колчик. Привет! Привет! Давай вот начнем с того, что как проходило твое детство? Что в твоем детстве толкнуло тебя к твоей профессии? Как вообще это все формировалось? Ну, ничего. На самом деле, если говорить про мою сегодняшнюю профессию, то с детства я никогда не думала, что буду делать мифляж. Потому что я училась в мак-классе, я очень любила русский язык и люблю, в принципе. Поэтому я не думала, что вот так вот все будет. А кем мечтала быть хирургом? Очень ранее в детстве мечтала быть хирургом, но потом вышла программа 9.1.1 и я насмотрелась на эти операции, когда в тревом эфире и как-то идея сама собой отпала. Как появилась мейкап студия Инны Колчик? Вообще я бухгалтер, у меня красный диплом магистра, бог учета. То есть я отличница в этой сфере. И все думали, что я пойду вот как раз по вот этим вот стопам. Но когда я поняла, что я не хочу этим заниматься, когда я поняла, что хочу что-то новое, и тогда я начала уже думать и планировать, как, что и что мне нравится в жизни. И вот мне просто... Я вот даже не понимаю, как мне это пришло в голову, начать заниматься макияжем. Наверное, потому что мне нравилось все красивое. Мне хотелось создавать тоже красоту. И поэтому я так попробовала. А как давно это произошло? 7 лет назад, вот скоро, буквально 1 апреля, я получила диплом. Ну а какой переломный момент такой был? Вот ты просто проснулась утром и думаешь, я хочу делать девушек красивыми. Все, иду рисовать глаза, делать красивыми глаза, губы. Задумываться начала об этом, что и как. У меня было несколько вариантов, чем я хочу заниматься, и я остановилась на этом. Ну да, я еще попробовала себя в других сферах, но как-то что-то в общем не захотела. И думаю, окей, макияж. И реально мне настолько понравилось, когда я вот пошла на курсы, я тогда начала делать макияж девочкам. Вот именно что меня сподвигло идти дальше, это то, как у меня это получается. И слава богу, получалось хорошо. Какие факапы у тебя были в жизни и как ты с ними боролась? В принципе, факапы, может быть, какие-то были, но совершенно минимальные, потому что в любом случае я знала, что я иду к своей цели, и такое будет. Но был случай, когда я делала макияж девушке, это была выпускница со школы. И, я же говорю, первый коммерческий макияж. У меня настолько дрожали руки, что я прям, я не могла вот подойти к ней, у меня вот так аж. И просто, когда мне заказали макияж девочке сделать, она не знала, что я только начинаю. Я понимала, что вот 10-15 минут у меня еще до сих пор идет мандраж. И, наверное, в тот момент что-то внутри поменялось. Я успокоилась, сделала ей макияж. И вот после этого никогда я больше не волновалась во время этого. Ну, возможно, это можно назвать факапом. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот для того, чтобы творить, да, это же твое любимое дело, для того, чтобы творить, люди по-разному заправляются энергетикой. Там у кого-то батарейки свои, кто-то любит там чашечку кофе утром выпить, кто-то ездит отдыхать. Как ты восполняешь энергию? Ну, я тоже езжу отдыхать. Очень несложно. А вообще, конечно, то, что сподвигает идти дальше и ни в коем случае не останавливаться, это глаза девочек, которым я делала макияж уже после. Когда они счастливые, когда глаза, ну, действительно как благодарны за то, что они чувствуют себя на самом деле очень красивыми. Вот это, вот какое-то, когда мы понимаем, что мы делаем то, что нравится людям. И они реально вот за это благодарны. Вот такие счастливые глаза, вот оно и вдохновляет. Вот за время твоей жизни какие у тебя были три главных достижения? Первое, наверное, достижение – это то, что, ну, так сложились обстоятельства, что я добивалась всего сама. Это круто. Ты сейчас ценишься. Спасибо. Все мужчины за кадром сейчас стоя аплодируют тебе. Спасибо большое. На самом деле, ну, было сложно в какие-то моменты, но не могу сказать, что прям, ну, совсем было, наверное, потому что это оказалось любимое дело, любимая работа. Бывают ли моменты, когда вот прям, ну, у меня обычно в феврале месяце у меня депрессняк такой, вот я прям ложусь, и играю в какие-то компьютерные игры, и мне нужно хотя бы неделю побыть в таком состоянии, чтобы меня никто не трогал. Бывают ли у тебя такие какие-то упадок сил, и как ты сражаешься с этим? Бывает, бывает, когда очень много работы, это в основном летом сезон, когда ты каждое утро там просыпаешься в 5 или 6 утра, идешь на работу, очень много невест, очень много выпускниц, и когда уже в конце дня ты успеваешь только покушать и лечь, отдохнуть, и опять в следующий день был в таком же жизни, то после таких дней, конечно, хочется как-то отдохнуть. И либо на пару дней мы едем при яме на обед, либо я провожу просто с родителями, либо с близкими. Ну вот так, наверное, и получается. Но никогда не было такого, что вот все, я устала, ничего не хочу, то есть нет. Просто немножко дольше нужно отдохнуть, добраться силой на это. Занимаешься ли ты спортом? Конечно. Вот сейчас на данный момент я хожу в спортзал. А раньше вот там юность, детство, это был баскетбол, атлетика, танцы, я очень долго занималась танцами. Любишь читать или ты больше любишь смотреть? Я, например, если читаю книгу, то я предпочитаю ее больше слушать. У меня память развита именно в этом направлении. Как у тебя? Да, точно так же, потому что я думаю, какие у тебя времени свободного не очень много, вот именно на чтение. В основном вот слушаю аудиокниги, в основном, особенно последнее время увлекаюсь психологией, поэтому вот еду где-то в машине, я включаю аудиозапись и слушаю. Либо перед сном, либо когда есть свободное время, то есть проще все-таки, когда ты, ну там, проще действительно мне тоже перед тебя слушать. А фильмы какие любимые у тебя? Из последних «Багимная рапсодия», я его смотрела несколько раз в кинотеатре, все разы я ревела как белуга просто, ну фильм очень крутой на самом деле. Скажи, что бы ты никогда не сделала в своей жизни? Вот на что прям никогда бы я не сделала? Ты мне придала бы своих родных и близких, ни в коем случае, ну никогда ни при каких обстоятельствах. Даже если бы это, там, возможно, каким-то образом могло навредить. У тебя огромное количество сотрудниц или, ну я не знаю, как правильно их называть, наверное, коллег, коллег-девушек, с которыми ты работаешь вместе. По какому принципу ты их выбираешь или по какому принципу они приходят в твою команду? Ну, сначала, конечно же, по профессиональным качествам. Если визажисты, то я, грубо говоря, работаю исключительно визажисты, которые обучались у меня. Потому что я уже понимаю, что они умеют, и так легче и проще. А, допустим, стилистов по волосам. Первое, да, конечно же, профессиональные качества, но второе еще или человек на одной волне со мной. Потому что это очень важно, чтобы наши характеры, как минимум, как-то совпадали, да, и чтобы тоже было комфортно и приятно работать в команде. Тоже очень важно, сама атмосфера с студией. Ну, это круто. А вообще, какие есть специалисты в твоей студии? Визажисты, парикмахеры, лэшмейкеры, девочки, мне ресницы клеят. Видели? Видели? Я голову лежу. Бровмастер, да. Я тут бровки делала. Мы проводим по наращиванию личных визажистов, опять же, курсах парикмахеров. Я думаю, что, может быть, кому-то из людей, которые будут смотреть это видео, будет интересно, в какие дни у вас проходит обучение, как это происходит? Ну, это все по записи. В любом случае, это все индивидуально, потому что группы постоянно набираются. Очень много девочек хотят работать в бьюти-сфере, поэтому... Понятно, да? Звоните Арине, и она вас обучит абсолютно всему для того, чтобы делать людей красивыми. Скажи, что самым сложным для тебя было в жизни? Вот самым сложным. Самым сложным было в жизни, наверное, начать все сначала. Потому что я же говорю, что был диплом бухгалтера. И в тот момент, когда я приняла решение, что нужно брать за себя ответственность и идти к чему-то самой. И я поняла, что мне нужно много чего менять. Помимо того, чтобы в себя, еще и в профессию. Наверное, вот это решение было таким самым важным на каком-то момент в моей жизни. Ну, так как ты уже профессионал в своей сфере деятельности, какие ты можешь дать рекомендации девчонкам, возможно, мальчишкам такие тоже сейчас существуют, которые вот только начинают. Что ты можешь им порекомендовать, что можешь сказать, посоветовать с своей точки зрения? Ну, в любом случае, если есть желание в голове, значит 100% есть силы для воплощения этого желания. Поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться. Если уже чего-то хочешь добиваться, нужно идти дальше. Ни в коем случае не останавливаться. Хотя и очень много визажистов, стилистов по волосам, но остаются как бы и есть самые такие крутые, потому что они профессионалы. Потому что в любой сфере очень много, как и бухгалтеров, так и юристов и всех всех остальных. Поэтому просто идти вперед, никогда не сдаваться и достигать своей цели. Насколько я понял, ты длительный промежуток времени уже занимаешься. Вот когда-то у тебя был переломный момент, и ты стала обладательницей, в кавычках скажем, замечательной мейкап-студии Инны Колчик. В то время ты просто махнула рукой и сказала, да ну эту бухгалтерию, не хочу я ничего считать, не хочу ничего делать, займусь лучше красотой. А не хотелось ли тебе вот именно с этим делом, с этой профессией сделать точно так же? Махнуть рукой и послать все к чертовой бабушке? Нет, я надеюсь, такого и не будет. Может быть, что-то совершенно новое у тебя в голове появится? Ну, может быть, какие-то проекты, которые будут идти параллельно, но то, что студию я не оставлю, это 100%, потому что я люблю так и делать, и моя любимая работа на самом деле. Поэтому так, 100%. Ну, пока, пока не было даже мысли. В общем, ближайшие 10 лет Инна Колчик на месте. Возможно, мы будем расширяться на всю Украину и на все страны СНГ, но мы останемся на прежнем уровне, очень высоком. Скажи, пожалуйста, вот приходилось ли тебе в профессиональной деятельности переступать через свои принципы? Нет. Слава Богу, у меня работа такая хорошая, она связана с праздниками. Что помогает тебе жить, а что мешает, вот, на данный период времени? Мешает лень. Бывает такое, я настолько бываю ленивый, просто аж, ну, не знаю, поэтому постоянно борюсь с этим. Лень? Ну... Какие методы? Подскажи, у меня такая... Просто беру и делаю. Я понимаю, что никто про меня этого не сделает, и нужно, если хочешь с чего-то добиваться, то есть ты либо... Выбирай, ну, есть как бы два пути, либо вера в себя и любовь в себя, либо страхи, которые тебя просто оставили на том же месте, где ты на самом деле сейчас находишься. Поэтому я всегда об этом вспоминаю и думаю, что ну, все, давай встала, пошла и делаешь. Ничего. Все приняли, в принципе, ничего сложного нет. Какие проекты в ближайшем будущем планируешь воплотить в жизнь? Ну, есть пару характеров, пока не буду об этом говорить. Какие по приблизительным? Создай интригу. Создать интригу? Ну, конечно, все касается свадебной индустрии. Общая наша. Да, 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 да. Есть варианты. Я думаю, что скоро все все узнают, Макс. Особенно это есть только. Отлично. Ну, и в конце хотелось бы задать вопрос. О чем ты мечтаешь? Каждый человек о чем-то мечтает. О чем мечтает Инна Колчика? На самом деле, если не говорить о карьере, понятно, там расширение и все остальное, но мечтаю о счастливой, любящей семье. Просто о большой семье с большим домом, собакой, кошками и всем самостоятельным детям. Есть какие-то предпосылки уже? Ну, пока нету, просто я всегда вожу. Но в случае, если будут какие-то предпосылки, у меня для тебя есть один хороший ведущий, который готов за 50% скидки провести свадьбу. Друзья, сегодня у нас в гостях была уникальная девушка, которая создает красоту, преувеличивает и приумножает ее в многократном размере Инна Колчиках. Давайте подарим ей максимальное количество лайков и отличное настроение. Субтитры сделал DimaTorzok